18 миллионов тенге при ставке вознаграждения 6% годовых. Такие условия предлагаются самозанятым и безработным гражданам для организации собственного бизнеса. Областное управление предпринимательства рассказало о результатах реализации программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Развитие массового предпринимательства на сегодня это главная программа, реализацией которой занимается областное управление предпринимательства. Направлена программа на самозанятых и безработных граждан. Для них проводят семинары-тренинги и помогают в получении микрокредита для запуска новых микропредприятий и расширения существующего бизнеса, а также в создании новых рабочих мест. Максимальная сумма микрокредита – 18 миллионов тенге. Ставка вознаграждения – 6% годовых. Это льготная ставка в сравнении с коммерческими банками. Срок кредитования для инвестиционного займа составляет 5 лет на пополнение оборотных средств 3 года. Гарантии фонда «Дому» будут предоставляться для действующего бизнеса до 50% от суммы кредита и до 85% для начинающего предпринимателя. Однако на сегодняшний день реализация программы приостановлена, тормозят процесс банки второго уровня. По их просьбе, Министерство труда и соцзащиты население вносит изменения в программу. В части – изменение эффективной ставки вознаграждения на номинальную. Предварительно изменения будут приняты в июне. После этого деньги станут доступны для желающих получить микрокредиты. Докладывала руководитель управления и о разъяснительной работе среди населения. В городах проведены многочисленные семинары, однако глава области раскритиковал этот фронт работы. «Люди задают вопросы. Вы сами были, вот здесь коллеги многие были в Каркаралинском районе, опять же. У меня по Каркаралинскому району очень много вопросов, но один из них предприниматели не знают. Они выходят на трибуну и задают мне вопросы по залогам, по другим, какие механизмы, льготы есть по линии домов. Но пока вы разъяснение не дали, они… Так, Татьяна Юрьевна? Да, да. Есть так. Поэтому Акима и вы, управление, это кто у нас? Марглан Сибиревич, по вашей части, да, разъяснительная работа ведется из… Вот, вон, плохо. Очень плохо ведется работа. Люди не знают, на местах особенно, в районах. Если он не знает об этих, значит, вы плохо работаете. Организовываете работу вместе с Акимами регионов». В областном Акимате также было отмечено, что из всех проектов, имеющихся в региональных институтах развития, почти половина суммы приходится на областной центр, оставшаяся сумма приходится на все остальные восемь моногородов области. Учитывая наиболее ликвидные залоги в Караганде, а также более высокую финансовую грамотность, есть вероятность, что данные проекты первыми получат микрокредиты. В результате имеется риск недостижения цели массового предпринимательства во всех городах. Первый – Карагандинский.